Роль Беларуси в российско-украинском конфликте, зависимость от Кремля и реакция на отчет ИКАО. Самые громкие, но не единственные темы интервью, которые президент дал одному из старейших информационных агентств Франс Пресс. Новости под этим брендом выходят в полутора сотнях стран. Агентство позиционирует себя как независимый и нейтральный источник информации. Потому Александр Лукашенко и согласился на очередную беседу, хоть вопросы и не отличались оригинальностью. Темы как под копирку, но возможно это и поспособствовало эмоциональности президента. С учетом того, что интервьюер представляет Францию, страну отнюдь не нейтральную, а обставляющую Киеву оружие и наемников, Александр Лукашенко открыто ставит перед Западом вопрос, кто повинен в военном конфликте на Украине и кого можно считать агрессором. Так что или кто мешает миру и какое будущее, по мнению Александра Лукашенко, нас ждет? Анна Пыш, не оставить, без ответа. Это могло быть очередное интервью со стандартным набором вопросов. А так все и начиналось. В духе опросника Запада. Почему было жестко в 20-м и почему куда жестче в 2022-м, только уже в соседней стране. И как Александр Лукашенко не устает отвечать на одни и те же вопросы? Весь внимание. Да, да, да. Я хорошо готовился, вы тоже. Но президент не оставляет попыток быть услышанным и верит в непредвзятость Франс Пресс. По крайней мере такая у агентства из Парижа репутация. Своей политкорректностью они даже навлекли на себя гнев Киева. Вы недавно показали то ли сечанский сюжет, за что вас крепко побили, критиковали. За что вас избили? Вы правду показали. Но вас так прижали очень сильно. Я к чему это говорю? Что всегда есть определенные недопонимания, есть определенные конфликты, возможно, в любом государстве со средствами массовой информации. Но с той оценкой, которая дается на Западе нашей внутриполитической ситуации, я категорически не согласен. Она заведомо направлена в нужное русло, так как это надо Западу. Александр Лукашенко уверен, если Западу кто-то не по нраву, он не пожалеет силы средств, чтобы от репутации идеологического противника не осталось и следа. Байден, кажется, грозит кулаком доброй половине мира. Но президент не жертва обстоятельств. Просто его действия трактуют по-разному. – Часто говорят, что вы диктатор, что вы думаете об этой описании. И для вас какая разница между диктатурой и тот системой правления, которая у вас есть здесь? – Разница большая. Никакой я не диктатор. Ну а если диктатор, говорят, последний диктатор Европы, если так, то вам повезло. Я на это так реагирую. Вы встречаетесь с последним диктатором Европы. Уже такого не будет больше. В этой шутке есть доля правды. Диктовать в нынешнем мире, ну, наверное, могут только Соединенные Штаты Америки. У них для этого есть все. Сила, население, территория и станок печатный. – Я имею в виду диктатуру диктовать собственному народу. – Вот я уверен, что с первого, если вы в аэропорт прилетели, вы не увидели этой диктатуры. Да, жесткая дисциплина, порядок, требовательность. Ну вот, к примеру, сейчас все говорят голод, да? Голод у нас вот просто стучится. Будет еще хуже. И я очень жестко сейчас ставлю вопрос по уборке урожая. Надо собрать все. Надо мобилизоваться. Потому что, не дай бог, голод, слушайте, вот тогда будет диктатура. И во Франции в том числе. Да, вот, пожалуйста, можете меня за это критиковать. Но я это обосновываю тем, чтобы завтра было людям лучше. А может и в самом деле вопрос формулировок. В Беларуси поступают жестко, так с желтыми жилетами тоже немягко обошлись. Они говорят, Минск теряет суверенитет, беря кредиты у Москвы. Президент парирует. Так Франция ведь не дает. Им кажется, само наличие российских военнослужащих на белорусской территории – агрессия в адрес Украины. Но военные из России здесь были всегда. А если уж и говорить, кто от кого зависим, то президент сошлется на санкционный бумеранг. Ситуация с вашими санкциями, дикими непонятно какими, показала, насколько вы зависимы от российских энергоресурсов. Вы устоявшаяся демократия. А как это вы зависите, мы это увидели. Почему у вас такая бурная инфляция? Почему вы все время кричите о том, что вас не хватает природного газа, нефти и так далее? То, что россияне помогают нам сегодня, так я не против, чтобы Франция помогла. Вы почему отказались с нами сотрудничать? Зачем вы закрыли небо свое для перелетов наших самолетов, для того, чтобы люди общались? Вот без политики давайте. Ну, насколько я понимаю, они отказались от полетов, потому что был самолет РНР, авиавласть, как его зовут там? ИКАО. Да, буквально на днях, что Беларусь незаконно поступила, чтобы задерживать этот самолет. Поэтому закрыли небо. На днях, вы сказали, подтвердил ИКАО, так подтвердил? Ну, они ввели свое расследование. Но вы же санкции ввели. Вы же еще оснований для этого не... Вы на второй день по указке Вашингтона вы начали кричать, все, преступники такие-сякие. Вы еще фактов на столе не имели? Ну, может, опасались просто, что это будет каждый день так теперь? Ну, слушайте, я опасаюсь, что вы завтра нанесете ядерный удар по какой-то из мировых держав. Вы ядерная страна. Я опасаюсь. Но я иду к вам и сотрудничаю для того, чтобы не было этого, понимаете? Ну, слушайте, что это за мотивация? ИКАО – это фальсификация. Мы дали оценку вчерашнему заявлению. И почему это именно сегодня появилось? Или вчера заключение ИКАО? И какое право ИКАО имеет накладывать санкции или Франция? Какое вы имеете право? Это право Организации Объединенных Наций. Так даже рекомендации такой не было. А вы и санкции наложили, нарушив международное соглашение, которое вы подписывали. Как понимать вашу демократию? Да все вы пляшете под американскую дудку. Ну, слушайте, ну что мы юлим друг перед другом? Президент приводит в пример ситуацию с отменой Австралии. Заказы на подводные лодки. Франция лишилась контракта на 60 миллиардов долларов, только потому, что его захотели Соединенные Штаты. И что президент Макрон даже не попытался отстоять интересы своей страны. Вы даже в суд не обратились. Что же вы за демократия? Вы не защитили ни страну, ни свой народ. Казалось, неудобные вопросы в какой-то момент задает сам Александр Лукашенко. И журналист решает уйти на самую неудобную тему – Украину. Какая роль Беларусь в этой войне? Величайшая. Первая миротворческая. Александр Лукашенко вновь о том, как просил Владимира Зеленского начать переговоры. И как их свернули по звонку из Вашингтона. Но западная пресса капризна. Для нее все это как-то неубедительно. Что ж, Александр Лукашенко за аргументами в карман не лезет. Вы меня упрекаете, что я агрессор. А вы кто? Вы же туда оружие поставляете. Ваши наемники. Наемников там 20 тысяч перевернуло. Всего 20 тысяч. В том числе и с Францией. Простите, ну тогда... Так вы агрессор или нет? Я не агрессор. Вы не агрессор. А Франция? Я журналист. А Франция? Я не считаю, что Франция начала каких-то боевых действий. Нет, вы агрессор, французы и американцы, поляки или нет? Я не думаю, что в Украине в этой войне НАТО или западные страны агрессора. Вы самая настоящая агрессор. А почему меня считаете агрессором? Я ж там не воюю. Я вам не сказал, что вы агрессор. Я задавал вопрос. Нет, подождите. Вы представляете западные СМИ. Они все пишут, что мы со-агрессоры. Я спрашиваю у вас, как у представителя западных СМИ, допустим, где вы видите факты нашей агрессии в Украине? Мы ж там не воюем. Оружие мы не поставляем России. Мы своих солдат туда не завели. А вы? Эмоционально, но по-другому не сказать. Очевидно, так считает президент. Его манера вести диалог ведь известна. Он видит перед собой представителя страны. Осуждающий. Хоть это просто интервью. И ничего личного. Накануне войны правительство России, президент России обратились к вам. Вы, пожалуйста, представьте нам гарантии безопасности. Накануне войны в Украине. Вы почему не предоставили такие гарантии? Значит, вы хотели войны. И вы ее начали. Я действительно поддерживаю Россию. И не только потому, что у нас союз с Россией. И не только потому, что мы юридически это обязаны делать. Мы же договор с Россией заключили о создании единой группировки войск на западном направлении. Вот здесь, в Беларуси. Не только поэтому. А потому, что мы видели причину этой войны. Если бы Россия не опередила вас, натовцу, вы бы организовались и нанесли против нее удар. Я в это верю. И Россия в это верит. История конфликта, причины и следствия в деталях. Все это важно. Но куда важнее, как достичь мира. Впрочем, для Александра Лукашенко вопрос в другом. Почему этого не произошло до сих пор? А как вам кажется, как закончится теперь эта война? Это все зависит от Украины. Вот сейчас особенность момента в том, что эту войну можно закончить. На более приемлемых условиях для Украины. Но Украине никто не даст закончить войну. Что Украина, по вашему мнению, должна сделать, чтобы закончить эту войну? Сесть за стол переговоров и согласиться, что они не будут угрожать никогда России. И не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории. Это главное. А денацификация там и прочее. Это философия. Такое ощущение, что как только в западной прессе слышат слово, оружие сразу добавляют. Ядерное. Как будто президенту Беларуси оно больше всех надо. Я вообще противник ядерного оружия. Категорический противник. Его надо полностью в мире уничтожить. И мир будет спокойнее спать. Поэтому нам ядерное оружие не надо. Но если вы, натовцы, американцы, вас там тренируют летать на самолетах, способных нести ядерные бомбы и заряды, ну а почему мы не должны к этому готовиться? Вы перестанете, натовцы, это делать, американцы. Мы этого не будем делать. Нам это не надо. Мы не хотим быть театром военных действий. Журналисту Франц Пресс в этом послышится нотка оптимизма. Может быть, хоть кто-то не перевернет это интервью в духе. Лукашенко грозит миру ядерным оружием. Так что все закончится хорошо? Если вы этого захотите, закончится хорошо и для вас даже неожиданно быстро. Воспользуйтесь этим моментом. Натовцы, американцы, особенно европейцы. Ну давайте жить мирно. И пусть кто-то скажет, вера в лучшее наивна, если не утопична. Александр Лукашенко, в отличие от западных коллег, лишь пытается дать понять. Будущее в наших руках. И если бы белорусский президент обладал правом всемирного диктата, который ему так активно приписывается, то это будущее с высокой долей вероятности было бы мирным. Анна Пыш и Сергей Янковский. Наши новости ОНТ. Отчет ИКАО по рейсу Афины в Вильнюс сенсацией не стал, но шуму наделал. Уровень объективности в выводах, казалось бы, уважаемой организации близится к нулю, отмечают эксперты, изучившие тезисы доклада. Удивил он даже беглую оппозицию, в рядах которой отчет назвали неубедительным. Больше года назад самолет Райнерн вынужденно сел в Минске, после чего последовала экономическая блокада Беларуси. Первая версия оправданий в январе не убедила, а спустя полгода, то есть накануне, последовала новая, уже исправленная. И снова провал ни фактов, ни аргументов. Так каким якобы новым фактом и в кавычках обращаются западные чиновники, где сбежавшие авиадиспетчеры, под какими предлогами Международная организация гражданской авиации откладывает рассмотрение требований Беларуси? О подтасовках в исправленном отчете наш специальный репортаж. Участие в заседании Совета ИКАУ Беларусь принимала по видеосвязи. Среди вопросов повестки обсуждение отчета по поводу инцидента с рейсом Афины-Вильнюс. Докладывал председатель комиссии, которая занималась расследованием, Сильвен Лафаер. И сразу же заявил, что появились новые факты, основанные на показаниях беларусского диспетчера, подтвержденные аудиозаписями. Напомним, в январе ИКАУ уже опубликовала отчет. И там говорилось, что летчик самостоятельно решил лететь в Минск. Перехвата не было, а Беларусь тщательно выполнила все необходимые процедуры. Такой отчет, видимо, кого-то не устроил. И тут, как по волшебству, появились новые факты. Вероятно, это запись. Ее ранее опубликовали польские спецслужбы. Потому как про другие ничего не известно. Участникам заседания продемонстрировали только некоторые текстовые распечатки. Вернемся к ранее опубликованной. Один из голосов, как утверждалось, принадлежит офицеру беларусских спецслужб. В фильме «Тайны рейса Афины-Вильнюс» мы подробно разбирали эту ситуацию и показали того самого человека, чей голос выдают за голос сотрудника КГБ. Это голос руководителя полетами Евгения Цыганова, непосредственного начальника диспетчера, на чьи показания ссылается Сильвен Лафаер. И снова называет его офицером спецслужб. Вы узнали голос? Да, конечно, это мой голос. Экипаж очень много запрашивал всякой дополнительной информации, о которой оперативно сам диспетчер мог не знать. И тут вмешивался немножко я, зная свои руководящие документы, опираясь на них, принимая решения, причем принимал решения при взаимодействии со старшим диспетчером. И, конечно, окончательное решение за мной. Но председатель комиссии этого внимания не принимает. Он прямо заявляет, что инструкции диспетчеру давал не его начальник Евгений Цыганов, а представитель КГБ. Вместо доказательств утверждение, цитата, что власти Польши и США провели работу. Какую, не указывается. Возможно, смонтировали аудиодорожку. Но в расследовании стала фигурировать аудиозапись, которую сделал диспетчер и передал властям Польши и США. Вероятно, запись сделал диспетчер Олег Галегов, а после этого уехал из Беларуси. Немного про него. В Польше утверждали, что Галегов решил уволиться и сбежал из страны вместе с мигрантами с Ближнего Востока. Это, кстати, тоже ложь. Олег Галегов просто выехал в запланированный отпуск. Вот его заявление. После вылета в Тбилиси, где живут его родственники, пропал. А уже позже появились заявления от его имени и аудиозаписи. Вероятно, обвинители ссылаются именно на эту. Утверждается, что Олег Галегов сделал ее, внимание, тайно. Мобильные телефоны на рабочих местах здесь запрещены. А он пронес в начале смены, чтобы записать голоса в диспетчерском зале, когда произойдет нештатная ситуация с рейсом Афины-Вильнюс. В то время был обычный рабочий день. Никаких сообщений о минировании еще не поступало. Самолет не вылетел из Афин. На это внимание обратил представитель России. Совету должно быть известно, что в диспетчерском зале посторонние предметы строго запрещены. Отсюда следует, что диспетчер в нарушении правил заранее пронес запрещенный предмет с включенным диктофоном. Кроме того, вместо выполнения своих обязанностей он якобы подслушал разговоры. Давая показания в Польше и США, не находился ли этот человек под давлением спецслужб этих стран. Какой-то человек, который находится за рубежом, который может оказаться под давлением, может быть заинтересован выпросить для себя какие-то особые условия, подходы, быть полезным. И на основании показаний этого человека обвиняется целая страна. Это какой-то шпионский роман, при этом такой второсортный, что даже читать не хочется. А что с этим человеком? Это вообще тот человек, тот человек, который у нас работал, это какой-то новый человек. Скажите имя, покажите интервью, покажите видео, рассказы, еще что-то. Вам нужно доказательство. А когда мы у них спрашиваем, ребята, а вы проверили запись на достоверность? И тишина. Зато, вне всякого сомнения, уничтожена аудиозапись переговоров экипажа. И на это тоже обратили внимание совета. А эта информация очень важна, чтобы показать логику, которой руководствовался командир воздушного судна. Удалять запись пилоты не имели права, противоречит правила. Запись может подтвердить, пилот явно не собирался в Вильнюс с самого начала. Если обычные пассажирские рейсы на этом маршруте начинали снижаться задолго до границы, то в случае с тем пилотом он не готовился к посадке. И еще много других фактов в пользу того, что ситуация с рейсом Афины-Вильнюс – провокация с целью введения санкций и ограничений. Самолет еще находился в воздухе, а различные информационные ресурсы, контролируемые польским правительством, уже трубили вовсю, что задержан один из пассажиров. Позицию обвинения поддержали США. Представитель Вашингтона заявил, что Беларусь не может использовать правовые доводы, а страна, как выразился представитель «режим», должен нести ответственность. Ему возразил представитель ЮАР. Слово «режим» не очень хорошая терминология в Совете. Мы можем и другие страны назвать «режим». Совет делает акцент на правительстве, но влияет ли оно на эксплуатацию воздушных судов? Нет. Попытались снова манипулировать письмами о минировании. Два письма получили в Национальном аэропорту. Отправитель использовал сервис «Протон Мэйл», который якобы является самым конфиденциальным почтовым сервисом из существующих. В Беларуси расследуют уголовное дело о лжиминировании борта «Рейн Эйр». В Швейцарию, в чьей юрисдикции находится почтовый сервис, был направлен запрос. Он проигнорирован. Стоит отметить, что указанный почтовый сервис уже неоднократно фигурировал в уголовных делах об угрозе совершения терактов и взрывов на различных объектах инфраструктуры в Беларуси. Однако, все правовые запросы нашей страны о террористических угрозах, пересылаемых через данные почтовый сервис, остаются без ответа и по сей день. Вместе с тем, мы обладаем достоверной информацией, что сведения об инциденте предоставлялись через Литву от Швейцарии в адрес ИКАО. ProtonMail не выдает данные о своих пользователях никому, кроме как по запросу правительства Швейцарии. Просьбы Беларуси игнорируются. В то же время другие запросы удовлетворяются. Так, по запросу Франции была предоставлена информация об активистах зеленого движения Use for Climate. На ее основании активистов арестовали. В прошлом году ProtonMail удовлетворил почти 5000 запросов, в позапрошлом – 3000. По данным, которые ProtonMail передал ИКАО через Литву, учетная запись, которой отправляли письма о минировании, была создана в Швеции. И да, почему через Литву, если она вообще не участник данного разбирательства? Сказано, что содержание почтового ящика зашифровано, ознакомиться с ним невозможно. Следовательно, нельзя говорить о том, сколько было писем отправлено, а их было два. Инцидентов, когда самолет принудительно ведут на посадку, вызывают боевую авиацию. Предостаточно. В 2013-м в Вене принудительно посадили самолет президента Боливии. На борту искали Эдварда Сноудена, которому в США грозит смертная казнь. В марте румынские истребители перехватили самолет турецких авиалиний после сообщения о бомбе. В июле испанский истребитель сопроводил рейс на посадку, после которой произошел обыск, после шутки о бомбе. И ни разу после этого не вводились никакие запреты. И ИКАО не проводило расследование. В случае с событием в небе Беларуси фактов нет, доказательств нет, свидетелей нет. Но тенденциозное решение есть. Расшифровки каких-то переговоров хватило для того, чтобы обвинить Беларусь. Список стран, которым доказательства не нужны, возглавляют США, Польша, Литва. Но есть те, кто против такого подхода. В совет входят 36 стран. Нас поддержали Россия, ЮАР, Индия, Кот-де-Вуар. Когда же дело дошло до того, чтобы рассмотреть жалобу нашей страны на воздушную блокаду, случилось неожиданное. Президент ИКАО решил перенести рассмотрение вопроса на месяц. Официальная причина, внимание, ввиду усталости переводчиков. Переводчик устален. Ну, давайте, не вопрос, давайте я буду вести, там, в конусе на английский доклад. Начинается, слушайте, ну, у нас французы не понимают, у нас есть временная разница между Монреалем и Беларусью. Как правило, раньше они старались планировать все мероприятия, чтобы они по белорусскому времени начались примерно в 2 часа ночи. Потом уже к утру они, например, сообщали, что, слушайте, ну, все устали, поэтому к белорусскому вопросу мы не подошли, давайте мы его перенесем. Для понимания, когда в Минске 2 часа ночи, в Монреале 7 часов вечера. Другого нерабочего времени для обсуждения вопросов просто не найти в течение дня. Сейчас отдыхать переводчики ИКАО будут до 24 августа. На эту дату перенесено обсуждение жалобы Беларуси на воздушную блокаду. Что дальше? Беларусь вынесет на обсуждение действия комиссии на заседание ассамблеи ИКАО. В нее входят представители всех государств-членов организации. Это 193 страны, которые смогут убедиться в тенденциозности и ангажированности отчета, исправленного ради интересов нескольких стран. Сначала ИКАО пыталось сделать отчет объективным, логически обоснованным и доказательным. Но потом вмешались те, кто ввел санкции, и миру представлен конспирологический документ, где обвинения основаны на домыслах. Пострадали от таких действий. Беларусь, которая последовательно отстаивает свои интересы. И Международная организация по гражданской авиации, чей авторитет в конце концов может оказаться серьезно подмоченным. Алексей Кряквин, ОНТ. Уехавших смогут судить заочно, а осужденные получили право на касацию. Президент своим указом внес поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. Законом вводится институт специального заочного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых, которые находятся за рубежом и уклоняются от явки в правоохранительные органы. Одновременно устанавливается перечень преступлений, по которым могут начать специальное производство. Это терроризм, геноцид, наемничество, измена государству, диверсия, создание экстремистского формирования либо участия в нем, а также массовые беспорядки и призывы к санкциям. Боль, которая не утихает. Белорусские дипломаты посетили мемориальный комплекс «Тростенец. Цветы» от послов нашего государства. Они прибыли из стран своего пребывания в Минск на ежегодный семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений. Посетить в год исторической памяти такое скорбное место – это не только святой долг каждого, кто представляет интересы нашей страны за рубежом, но и повод обсудить со своими коллегами, как донести всю правду о геноциде нашего народа в годы Великой Отечественной войны до мировой общественности. Для меня абсолютно понятно, что эта работа длительная, планомерная, целенаправленная эта работа. На мой взгляд, ее необходимо вести на всех уровнях. Это и уровень международных организаций, это уровень двусторонних отношений между государствами. Ну а самое главное, самое главное личное для меня – это семейный уровень, когда родители рассказывают детям нашу семейную историю. И очень было важно нам вместе, в том числе с немцами, в том числе на общественном уровне, в свое время запустить процесс именно достойного, глубокого, исторического, обоснованного восприятия и поднятия истории Тростенца не только для белорусов, для белорусов это тоже важно, да, но и для немцев, для европейской общественности. Несмотря на те инциденты, которые в этом году имели место, я все-таки надеюсь, у нас будет возможность продолжить вот те усилия, эту работу, которую мы делали, о том, чтобы мы помнили историю, передавали его следующим поколениям, и чтобы эта работа велась не на разъединение, а реально на объединение. Геноцид как преступление не имеет срока давности. Беларусь настаивает на привлечении к ответственности еще живых участников нацистских карательных батальонов, действовавших на территории страны. Одна из задач, которая сегодня стоит и перед дипломатическим корпусом – отстаивание нашей исторической правды и недопущение того, чтобы коллективный Запад обесценил подвиг советского солдата. Номера телефонов, пароли и другая личная информация. Данные более 600 тысяч покупателей одной из торговых сетей утекли в интернет. В открытом доступе появилась информация о клиентах программы лояльности торговой сети, в ней зарегистрировано более миллиона пользователей. Предварительно утечку организовали третьи лица. Проверку уже проводит Национальный центр защиты персональных данных. В настоящее время центром приняты меры по удалению со всех известных нам источников незаконно распространенных персональных данных. Окончание этой проверки в отношении этого предприятия будет направлено требование предписания об устранении недостатков. Торговая сеть готовит документы для передачи в правоохранительные органы. Пока идет проверка, представители ритейла заявили, что уже обновили систему авторизации пользователей. Мы у себя в компании провели внутреннее расследование. Ужесточили по фактам это расследование доступ к персональным данным, к системам хранения персональных данных. И самое главное, что изменили подход к авторизации пользователей на сайте, в личном кабинете, с применением более современного инструмента с помощью смс-пароля, одноразового пароля, чтобы база минимизировала хранение персональных данных. Для Беларуси такие случаи скорее исключение, чем правило. Однако специалисты напоминают ответственность вплоть до уголовной. За подобные утечки несут в первую очередь операторы, которые отвечают за обработку и хранение персональных данных. Директива о дебюрократизации госаппарата постоянно совершенствуется. Об этом сообщил глава администрации президента Игорь Сергеенко, посещая Дзержинский район. Одна из целей – контроль за исполнением положений документа. Он возложен на президентскую администрацию и отражает результаты республиканского семинара. На нем обсуждался опыт различных форм работы на местном уровне. Обращение граждан, реализация социальных программ, выполнение административных процедур. О том, насколько эффективно работает диалог власти с населением, говорили на заседании райисполкома. Еще накануне встречи Игорь Сергеенко ознакомился с жилищным строительством и благоустройством. Фанни поля. Современный город «Спутник» Минска, 18 тысяч жителей. Руководство района доложило мне о тех перспективах, о тех стройках. И детский сад, и в перспективе еще одна школа, и физкультурно-оздоровительный комплекс, и асфальтирование дорог, и пешеходных дорожек. Да, власть делает, но и люди тоже сами, и тоже мы сегодня об этом говорили, принимая граждан, что и проживая на той или иной местности, должно быть четкое партнерство. Власть со своей стороны, но и люди проживающие, будь то это кооператив или индивидуальное жилищное строительство, они тоже должны носить свой вклад, поддерживать в достойном состоянии свою территорию. Совершенствование директивы улучшит и качество жизни, потому сегодня так много внимания, обращениям и результату, которого удается добиться. Все меньше письменных просьб, люди предпочитают говорить о своих проблемах лично или обращаться в службы. Обновленное одно окно сегодня открыли в Дзержинске, теперь служба в новом помещении, где есть возможность принимать больше людей. Предусмотрена электронная очередь и зоны ожидания. За день здесь готовы помочь полутора сотням обратившихся. На одного специалиста приблизительно 30-40 человек. Каждому клиенту мы находим индивидуальный подход, решаем все их трудности, все вопросы жизненные. Наша задача минимизировать поход граждан в другие инстанции. Не обошлось и без личного приема. Игорь Сергеенко выслушал каждого, кто пришел. Вопросы самые разные, от капитального ремонта до возведения мостов. Дзержинский район, полчаса езды от Минска. Все вопросы должны были быть давно уже решены, связаны с дорогами. Но тем не менее, как показывает жизнь, не все определяется близостью к столице. И выезжая в дальние районы, в другие регионы нашей страны, видишь, что многие проблемы там решены уже были раньше. И сейчас нужно только поддерживать ту или иную тему. Но, в всяком случае, есть программа, есть энергичные молодые руководители, которые настроены на работу. И вот это, я вам скажу, радует. В качестве примера новый руководитель региона, который в своей работе активно использует современные технологии и подходы в общении с населением. Главное, как отметили спикеры, чтобы это была не просто дань моде, а в первую очередь реальная помощь людям в решении наболевших проблем в кратчайшие сроки. В ближайшем будущем новшества в работе с населением ожидают и в Фаниполе. Там также откроют одно окно. Быть с хлебом аграрии на пути к республиканскому караваю, а его вес должен быть не менее 9 миллионов тонн. Погода вносит коррективы, но, тем не менее, работа кипит. Первые тонны новой для себя культуры убрали сельхозпредприятие Александрийское. В этом году здесь возделывают не только классические пшеницу и рожь, но и нашли время и силы для аграрных новинок. Например, озимовый ячменя, который обычно выращивают на йоге страны. Проводят и эксперимент с отечественными сортами рапса, чтобы обеспечить поголовье кормами, а значит и в последующем магазины молоком и мясом. Продовольственная безопасность на конкретном примере у Олега Шапеля. Золотые горы – итог первых дней жатвы в сельхозпредприятии Александрийское. В этом году здесь многое в новинку. Впервые на экспериментальных президентских полях посеяли озимый ячмень. И вот уже оно на зерносушильном комплексе. 750 тонн зерна всего за два дня. Впервые именно озимый ячмень открыл сезон жатвы в Александрийском. Убирают по мере созревания. Урожайность почти 70 центнеров с гектаром. Для первого года это вообще хорошо. Это вообще замечательно. Даже и не думали, казалось, немного меньше будет. Но на моей практике первый раз мы все именно озимый ячмень. Наблюдали и переживали, как покажет себя культура. Уже в процессе опытным путем выяснили преимущества. Озимый ячмень хорош тем, что он, как из всех зерновых культур, созревает сама быстро. Это первое зерно, первая солома для животноводства. И, конечно же, предшественник для зимы арабса. Первое поле, которое освобождается. И можно проводить, носить удобрения минеральные, проводить спашку. Ну, готовить к посеву озимого арабса. Чтобы прокормить поголовье, Александрийскому необходимо около 60 тысяч тонн зерна в год. Получать от земли максимальную отдачу позволяют новые культуры и технологии. Озимый ячмень, который раньше сеяли преимущественно в южных регионах, благодаря климату и работе ученых, успешно приживается и на севере страны. Не боятся расширять аграрные горизонты. Президент во время недавнего посещения Александрийского ориентировал и губернаторов, и непосредственно руководителей хозяйств. Надо заниматься озимым ячменем. Это нас спасет. Урожай будет хороший, если все делать по технологии. Это действительно переломный момент в сельском хозяйстве в плане насыщения нашего животноводства качественными кормами. В помощь аграриям ученые. Например, белорусский сорт буслик выстоял и во время ураганного ветра. Полегло всего 2% площадей. На пшеничном поле, по словам местного агронома, прибило бы к земле минимум 20%. Наиболее продвинутыми новинками нашей селекции является сорт озимого ячменя буслик. Озимый ячмень теперь находится в тренде, так скажем, всех на языке. Этот сорт, первый белорусский сорт, который, так скажем, адаптирован к нашим условиям. Его можно выращивать на территории всей республики. Единственное, что сорт требует хорошей плодородной почвы. Сообща, наукой аграрии пытаются решить сразу несколько задач. Получить максимум урожая с минимальным количеством химических обработок. В следующем сезоне в Александрийском рассчитывают вдвое увеличить посевы новой культуры. Радуют глаз хозяйстве и рапсовые поля, а не по соседству. Выращиванием рапса сельхозпредприятие занимается не один десяток лет. И вот в этом году пошли на эксперимент на одном поле. Рядом с зарубежными гибридами высеяли и сорта отечественной селекции. Оба дружно взошли, выстояли перед ураганными ветрами. Ну а главный критерий – урожайность – станет известен где-то через неделю, когда здесь появится первый комбайн. Олег Шапель, Олег Горенов. Наши новости. В Белоруссии единый день информирования. В формате открытого диалога власти общаются с трудовыми коллективами. На кондитерской фабрике «Слодыч» помощник президента, инспектор по Минску обсудили развитие предприятия в условиях санкций, подняли вопросы строительства, медицины, образования, ЖКХ. На фабрике порядка 700 человек. Растет производительность труда, выплачивается достойная зарплата. Несмотря на внешнее давление, качество жизни уверенно растет. На самом деле нам есть чем гордиться. Мирное небо над головой. Работают все предприятия, организации. Люди ходят в школу, получают зарплату, пенсию. Можно в любое время дня и ночи пройти по городу Минску. Не бояться, тебе никто не обидит. Это дорогого стоит. Конструктивный диалог с активом получился и на севере страны. Помощник президента, инспектор по Витебской области, обсудил насущные вопросы с работниками завода керамзитового гравия в Новолукомле. Предприятие живет в ногу со временем. Современное предприятие. Технологии достаточно высокие и новые. И берет гордость о том, что среди стран СНГ это самое высокотехнологичное предприятие по изготовлению шлакобетона. Встречи с коллективами проходят по всей стране. Помимо производственных вопросов, говорят о противодействии коррупции и обеспечении безопасности в жаркий летний период. Что особенного в наших женщинах, по мнению нового председателя Белорусского союза женщин? 150 тысяч человек в организации готовы ли они единовременно встать на защиту государства? Это андрогины и трансгендеры или консервативная семья? Позиция Союза женщин на самые щекотливые вопросы современности. Об этом и не только. В проекте Марков ничего личного. Гость Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир в Беларуси». Смотрите сразу после нашего выпуска. За оперативность и объективность в Министерстве по чрезвычайным ситуациям сегодня наградили сотрудников средств массовой информации, республиканских и региональных. Среди награжденных и мои коллеги. Лучшей стала тревожная кнопка за оперативное освещение чрезвычайных происшествий. Отметили нашего витебского корреспондента Олега Шапеля, а также программу «Наше утро». С одной стороны, информацию, которую вы доводите, она должна быть актуальной. Рассказ о самом чрезвычайном ситуации – это не как анонс каких-то происшествий, а как предупреждение для людей. Без средств массовой информации в Министерстве мы вообще не видим возможности доводить до нашего населения, до наших граждан, которых мы защищаем, ту актуальную информацию по вопросам обеспечения безопасности. Я благодарна за то, что оценили и наш труд тоже, наш вклад в это, скажем так, общее дело. Уверена, что впереди много еще новых проектов, готовых к хорошей продуктивной работе. Для сотрудников СМИ провели экскурсии по образовательному центру безопасности жизнедеятельности МЧС. Здесь рассказали о правилах поведения в различных экстренных ситуациях. Завтра погоду продолжит определять область высокого атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе, благодаря чему будет много солнца, осадки маловероятны. В пятницу небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Влажность до 80%. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление высокое, существенно не изменится. Температура воздуха утром от плюс 17 по восточной половине до 20 по западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям немного прохладнее. В середине дня столбики термометров на отметках от 24 по Могилевской области до 32 по Брестской. К вечеру от 22 по востоку до 29 по юго-западу. В субботу днем скажется влияние атмосферного фронта с Центральной Европы. По западной половине страны коротковременные дожди с грозами. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью 12-19, днем от 24 по северо-западу до 32 по югу. В воскресенье Беларусь окажется в зоне активных атмосферных фронтов. Медленно двигаясь с запада на восток, они принесут увеличение облачности дожди. Местами грозы и ливни. Ветер северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура днем от 19 по северо-западу до 30 по юго-востоку. У меня все. И не забывайте подписаться на наш телеграм-канал «Арябов ответит». И узнаете все о погоде и не только.